Это называется полностью искусственная цивилизация, когда люди не понимают, откуда берутся вещи. То есть они понимают, что вещи берутся из магазина. То есть магазин, магазин и, соответственно, доллар, с которым мы ведем. Вот две вещи, магазин и валюта. И наши ценности, какая-нибудь там валютная корзина, бивалютная корзина, вот то, о чем мы говорим. Выучить ребенка сейчас обозначает его отправить в какое-то элитное заведение, которое объяснит ему механизмы Уолл-стрит. Вот это обозначает элитное образование. Как можно украсть деньги? Вот и все. Как что-то создать, людей больше не учат. То есть было время, когда на гербе нашей страны был серп и молот. То есть молот это символ рабочего класса, люди работают. Серп это символ крестьян, который там хлеб ваш и так далее. Все, ни серпа, ни молота. То есть это, так сказать, люди больше не умеют работать. В плане вот, в таком вот, создании каких-то ценностей. Сельским хозяйством занимается или 4, или 6% населения Земли. Вот, все остальное население Земли нажимает кнопочки, передвигает бумажки. Вот, то есть это называется полностью искусственная цивилизация. Предположим, настоящая экономика, как вот сейчас мы на себе чувствуем, какие-то там западный мир против России, санкции какие-то обводят. То есть как при нормальном, так сказать, стечении обстоятельств, каким образом, приняв на Западе какое-то политическое решение, вы можете опустошить мой карман. То есть при нормальном стечении обстоятельств такого не может произойти. Понимаете? Когда у меня, так сказать, есть нормальная инфраструктура и нормальная экономика. Но, если у меня ничего этого нет, и за что я могу это добывать газ и нефть, и отправлять это туда, вот, и больше ничего я не могу производить, вот, тогда очень легко политическим решением там опустошить мой карман. Мы делаем какие-то санкции, и все, так сказать, рубль отпускается в свободное падение, и мы зависим от этого величества доллара, этого, как змей, который там извивается, да, все это. Мы не зависим больше от Бога, мы не понимаем, что это такое. То есть современная цивилизация обозначает, что много разных удобств, можно быстро передвигаться, можно быстро передавать идеи. Это все нужно только для одного, для распространения духовного знания. Как же это используется? Это используется очень просто. Начинается миграция культур. То есть, допустим, люди, переставая заниматься традиционными искусствами, традиционными ремеслами на Востоке, они, так сказать, мы, говорит, поедем в Европу, поедем в Америку. Теперь все, это, так сказать, какая-то мусульманская доминанта в Европе и Америке, она дает им, так сказать, свои особенности, что называется. Начинаются межнациональные конфликты. То есть, неспособность жить естественным образом, то есть, необходимость вот этих вот в неестественном количестве всех этих энергоресурсов, этого бензина и так далее, загоняет уже Америку, ее интересы перемещаются почему-то, скажем, в сторону Ближнего Востока. Кому нужны эти там нищие, какой-то там Иран или Афганистан, там пустыни вообще, да? Я однажды летел над Ираном, ну, так сказать, просто был рейс там из какого-то, из Дубая в Москву, прямо над Ираном. Это на 90% страна пустыня, понимаете, вообще. Ну, почему там все эти Ираны, Ираки, они вдруг богатыми стали? Нефть, все. Которая, кому вообще, ну, ее есть нельзя, понимаете? То есть, ее ценность остается только в том, что от нее, так сказать, двигаются машины и так далее, а все кого-то спешат ездят. То есть, искусственные ценности совершенно, так сказать, возобладали в мире, и те, кто от них стали зависимы, теперь у них интерес ко всем этим вещам. То есть, новые технологии, новые возможности, они породили невозможное огромное количество искусственных проблем. Смешение культур, смешение цивилизаций, что раньше было совершенно невозможно, когда люди жили на своих родных землях, в своей какой-то родной инфраструктуре. Сейчас мы называем это цивилизацией, да? И имеем дело с невероятным количеством искусственных проблем. И поскольку природа человека, она, вообще говоря, неизменна, ее можно просто искажать низшими гунами.